Друзья, всем привет! Это 11 на 11, а это самый посещаемый стадион 27 тура КПЛ. Это Нурбол Жумаскалиев, доказавший в очередной раз всем, что он еще в большом порядке. Ну и это Танат Нусербаев, не поверивший своему счастью. Итак, поехали! Сегодня поговорим о... Подробный обзор матча Табоварда Басы. Кто больше наиграл на победу? Обзор матчей 27 тура? Сможет ли Иртыш составить конкуренцию к устанайцам в борьбе за 4 место? Расскажем о перенесенных матчах 30 тура. Казахстанская Эль Классика в исторической рубрике. Анастасия Леонова расскажет о новостях из соцсетей и детском футболе. В прошлую субботу завершился очередной тур казахстанской премьер-лиги. Растянулся он аж на три дня. Связано это с выступлениями Астаны в групповой стадии Лиги Европы, где столичная команда встречалась с испанским Вильяреалом. Матч закончился победой подводников со счетом 3-1. В составе Астаны голом отметился Юрий Лагвиненко. В понедельник же подопечные Стойлова отправились к Изоларду, где их встречал местный Кайсар. Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 49-й минуте Тохтар Жангалышбай неожиданно выводит Волков вперед. Гости зарабатывают пенальти. Граховат с точки не смог переиграть Григоренко, но на добивании все же оказался победителем этой дуэли. Далее отличились защитники Астаны. Сначала Игорь Шитов, а затем и Юрий Лагвиненко поразили вороток из лординцев. Точку же в матче на 90-й минуте поставил Асхат Тагаберген. 4-1 Кайсар продолжил свою безвыигрышную серию, но астанинцы вернули себе первую строчку турнирной таблицы, где на целых два дня расположился Кайрат. Алматинцы в эту субботу встречались на выезде с Таразом, открыв счет поединка на 18-й минуте. Свой 18-й гол в нынешнем чемпионате Казахстана забивает Джерар Гоу. Во втором тайме Дуба Лесламхана делает счет разгромным. Усилиями Жакыпа Кожемберды жамбыльцы один мяч отквитали, но под занавес матча Чума Анене и Андрей Аршавин доводят счет до неприличного. 5-1 и эта победа оставляет Тараз на седьмой строчке, а Кайрат продолжает преследовать Астану. Шестую же позицию в турнирной таблице теперь занимает Шахтер. В минувшие выходные карагандинцы прервали серию из двух поражений. Счет в матче с Агжитпесом с пенальти открыл Милан Стоянович. На 76-й минуте Якуб Хлебаун удвоил преимущество Шахтера, но спустя 10 минут гости один мяч отыграли. Гол на свой счет записал Алибек Булешев. По всей видимости, Агжитпес так и завершит сезон на последнем месте в турнирной таблице, ведь Синегорцев отделяет 5 очков от 10 и 11 строчки, где расположились Атырау и Актубе, которые в минувший уикенд встретились между собой. Счет во встрече открыли гости. На 13-й минуте Руслан Валиулин после подачи Шимковича головой отправляет мяч в ворота. Хозяева через 7 минут ответили голом предрога Секимевича, но вскоре актюбинцы вновь вышли вперед. Бывшие игроки Табола решают быстро разыграть штрафной. Томаш Шимкович сделал передачу на душу Насавича. Тот попытался пробить, но по мячу не попал, однако своими действиями дезориентировал кипера Атырау и мяч беспрепятственно закатился в ворота. В концовке первого тайма хозяева вновь сравняли счет. Максимович хладнокровно исполнил пенальти, положив вратаря и мяч по разным углам ворот. Во втором тайме игра продолжила напоминать качели, однако зрители голов больше так и не увидели. Еще один претендент на вылет, уральский Акжаик, сенсационно переиграл Иртыш. Гости в Павлодаре хоть и не выглядели лучше, но свой момент использовать смогли. На 73-й минуте после розыгрыша углового Юрий Перцух оказывается самым расторопным штрафной и замыкает на вес фланга. 0-1. Именно этот счет зафиксировал финальный свисток. Иртыш продолжает лихорадить. При новом главном тренере команда пока еще не выигрывала ни одного матча. Главный же соперник Иртыша в борьбе за четвертое место Кустанайский Табол на центральном принимал шимкенские ордобасы. Южноказахстанцы хоть и крепко застолбили за собой третье место, в Кустанай приехали набирать очки. Матч соперники начали в обоюдных атаках, но первый действительно опасный момент хозяева создали лишь на 25-й минуте матча. Каньяс сфалил на Жалмукани, Жумас Калиев со штрафного попытался закинуть мяч за спину голкипера гостей. Нурмухаметов хоть и не без труда этот удар парировал. Буквально через две минуты ордобасы отвечает своей атакой. После заброса аута в штрафную Кустанайцев мяч Суталаки попадает к Петраку. Тот пытается навесить, но на пути снаряда встает рука Квиквискири. Шимкенцы просят пенальти, но судья указывает на угловой. Нургалиев выполняет подачу на Ирланова, который переводит мяч Нусербаеву. Тонат, не ожидая этой передачи, как следует пробить поворотом не сумел. Непогодов забирает мяч. На 32-й минуте Мухудинов должен был открывать счет. Лулаку выверенным навесом находит голову Жалмукана. Дидар скидывает пятнистого под удар Альмиру, но 77-й номер Кустанайцев метров с 7 от ворот пробивает выше рамки. К концу первой половины встречи команды вновь обменялись моментами. Сначала Ирланов ударом головой практически в упор находит в створе Дмитро Непогодова, а затем Жумаскалеев вновь со штрафного пытался перекинуть кипера Ордобасы. Второй тайм начался с атак хозяев поля. После кросса в штрафную Нурмухаметов ошибся на выходе, и Щеткин головой переигрывает вратаря Шимкенцев, но мяч после его удара угодил в перекладину. Затем Мухудинов пробивал с лету из-за пределов штрафной. Мяч в створ ворот не попал. На 71-й минуте Щеткин вновь бьет головой после навеса Жупы. На этот раз на пути у мяча встает голкипер. Ответить Ордобасы смогли лишь после удаления 44-го номера Кустанайцев. За вторую желтую карточку Артурас преждевременно покинул поле. На 92-й минуте после навеса углового Абдулай Диакате пробивал по воротам Непогодова, но мяч прошел мимо. Финальный свисток фиксирует нулевую ничью, и судя по всему, это закономерный результат. На мой взгляд, закономерная ничья. Командар Диабасы мне очень нравится. Мы их, естественно, просматривали, анализировали. Сегодня они показали свой уровень, хороший класс. С одной стороны, там много возрастных футболистов, но это мастерство, это такой определенный уровень. И для нас Тобол, будем так говорить, наиболее был самым главным. Не Иртыш, как ни парадоксально, это Дени, а именно Тобол. В свете последних матчей, что это наш основной конкурент в борьбе за третье место. Хотя пишут, что вроде четвертая Лига Европы, но все равно в любом случае команда стремится более высокий. Поэтому сегодняшняя игра естественно 0-0. И если так объективно, объективно, и нам в каких-то моментах повезло, и хозяевам в каких-то моментах повезло. Поэтому я думаю, что ничья закономерный счет. В эту среду были сыграны перенесенные матчи 30-го тура. И сейчас немного о их результатах. Шемкенский ордобасы попал под выигрышную серию алматинского Кайрата. Южноказахстанцы в гостях потерпели разгромное поражение 5-1. Голами отметились в составе ордобасы Азат Нургалиев, а в составе кайратовцев дубль на счету Жерара Гоу. По голу забили Аршавин, Парагульгов и Анене. Алматинцы вновь возглавили турнирную таблицу, но ордобасы бессменно занимают третью строчку. Акжаик в родных стенах сумел переиграть Атырау. Второй матч подряд в составе уральцев единственный гол на свое имя записывает Юрий Перцу. Акжаик после этого матча закрепился на 9-й позиции, а нефтяники на предпоследней 11-й строчке в турнирной таблице. Кустанайский Табо пожаловал в Актубе, где встречался с одноименной командой. Хотя соперников в турнирной таблице и разделяло 13 очков, матч как всегда носил особый характер. Хозяева активнее начали матч. На 20-й минуте Каиров с острого угла пробивает по воротам Непогодова. Мяч попадает в штангу. Далее Душан Савич пробивал за пределы штрафной. Мяч прошел выше ворот. Табо ответил ударом со штрафного Нурбола Жумаскалиева. Не точно. На 38-й минуте Зинькович мог открыть счет. После навеса с фланга ударом головой Игорь промахивается мимо ворот. Единственный гол встречи был забит под занавес первого тайма. Хозяева исполнили штрафной. Савич пробил головой. Непогодов отразил удар перед собой и на добивании сыграл Джозеф Нейн. 1-0. С таким счетом команды ушли на перерыв. Второй тайм вновь начался с атакой к Тубеку. Станайцы лишь изредка пытались обострить ситуацию у чужих ворот дальними запросами на Щеткина. На 84-й минуте матча Жасулан Молдокараев оказывается на ударной позиции, но ему в ноги бросается кипер Актюбинцев. 17-й номер падает штрафной и судья незамедлительно показывает ему желтую карточку, а затем и вторую. Концовку матча Табол доигрывает в меньшинстве и счет на Табло остается прежний. Именно с приходом Муханова в Актюбе матчи Табола и Красно-Белых стали настолько принципиальными, хотя и до этого команды боролись между собой за призовые места. Из года в год они бились за титул друг с другом, при этом зачастую в их споре все решалось на финишной ленточке. В этих условиях очные противостояния Табола и Актюбе превращались в настоящие битвы, в которых нервы не выдерживали даже у самых стойких. Причиной тому стал не только переезд Васильевича на запад, но и то, что вместе с ним в стан Актюбинцев перешли и ключевые игроки Табола, такие как Алексей Косолапов и Петр Бадло. Зато в 2006 в Кустанайский клуб перешел один из нынешних легенд клуба Александр Петухов. У руля кустанайцев свой второй сезон проводил Дмитрий Агай. По итогам года команда заняла третье место, Актюбинцы же завоевали серебро. В 2007 году из Кайрата в Актюбе переходит Самад Смаков. И именно с того момента соперничество проходит не только на уровне команд и тренеров, но и на уровне капитанов. Для меня, считаю, вот эти игры самые важные. Они всегда проходят интересно, они проходят всегда с накалом. И ни один игрок, который выходит на поле в этом матче, не стоит. Потому что он знает, что значит этот матч для твоей команды, для твоих болельщиков, для твоего города. Сезон 2007 Табол завершил на второй позиции в турнирной таблице. Актюбе завоевал второе золото в своей истории. В 2008 Табол как никогда был близок к золотым медалям. Кустанайцы вновь провалили начало сезона, однако после 30 туров подопечные Агайи и Муханова набрали одинаковое количество очков. По 67 в копилке каждая из команд. По регламенту был назначен золотой матч, который проходил на стадионе Центральном в Алматы. Игра прошла в равной и напряженной борьбе, в которой никто не хотел уступать. В начале второго тайма после подачи углового Голбан забил свой 13-й гол в чемпионате. Ответный гол Актюбе забил после сомнительного пенальти, назначенного главным арбитром Хисамудиновым после падения Хайрулина. В дополнительное время ни одна из команд не добилась успеха и все решилось в серии после матчевых пенальти. После промахов Яковлева и Жумаскалиева Табол проиграл со счетом 5-3 и вновь остался вторым. Сезон 2009 стал последним для Дмитрия Агая в Таболе. Команда по итогам года заняла четвертое место. Этот результат стал худшим за последние годы. Актюбе же вновь завоевал золото. Многолетнее противостояние этих двух команд недаром стало на долгие годы самым зрелищным и самым упорным не только для своих болельщиков, но и для всего казахстанского футбола. Символично, что в год 50-летия футбольного клуба Табол точно такой же юбилей отмечает и клуб из Актюбе. Радужная атмосфера на трибуне, жгучая поддержка болельщиков, появившиеся после долгого отсутствия сыгранность и техника игры, а также неожиданный проигрыш повладарской команды помогли Таболу удержаться на четвертой строчке турнирной таблицы. Однако удача долго в клубе не задержалась. Что может сделать, выйдя на футбольное поле, команда мальчишек 6 и 7 лет? Ну нет, они могут показать достойный футбол и побороться за звание лучшей команды области. И все это, кстати, благодаря турниру Булашак Желдездары, куратором которого стал знаменитый футболист Нурболжо Москали. Турнир проходил в два дня. В субботу групповой этап и в воскресенье состоялись матчи за призовые места. Подведем итоги. Третье место – футбольный центр Табол. Второе место – детская и юношеская спортивная школа «Город Кустанай». Первое место – футбольный клуб «Аят» – город Рудный. Однако это еще не все. У футболистов была возможность выделиться индивидуально и стать обладателем одной из номинаций. Лучшим нападающим стал Асхат Дудпаев – футбольный центр Табол. Лучший защитник – Давид Гладышев – футбольный клуб «Аят». Лучший вратарь – Кирилл Куршунов – детская и юношеская спортивная школа города Кустаная. Лучший игрок – Максим Коптел – футбольный центр Табол. А вот самым юным футболистом стал Адам Жумаскалиев – футбольный центр Табол. Совпадение? Не думаю. Один из болельщиков даже предположил – будущее Кэп Табола. А ведь действительно есть на кого равняться. Мы же желаем ребятам успеха и огромных достижений. Еще одна заслуга в копилку кустанайским болельщикам матч Табол-Ортабасы посетила около 5000 зрителей. Данный показатель является самым высоким в минувшем туре. Центральные снова самые посещаемые. Вновь несравненная тройка лучших игроков только уже в матче с Ортабасы. Дмитро Непогодов, Нурбол Жумаскалиев и Фернандер Касай. Однако стоит заметить, что на этот раз никто из игроков не остался в стороне. И даже вышедшие на замену Григорий Сартаков и сам Маджор Имбетов получили заслуженный процент голосов. Боевой матч закончился ничьей, да еще и неожиданный проигрыш Иртыша. На своем поле Хазеева уступили уральскому Акжаику со счетом 0-1. Таким образом, западно-казахстанская команда впервые в играх чемпионата Казахстана взяла верх над белосиними. Да и как раз в нужный для Табола момент. Но не бывает все так гладко, как хотелось бы. Перейдем к новостям плачевным. Увы, гостевой матч с Актоби закончился минимальным проигрышем Табола. Да как так-то, а? Быть может, на настрой команды повлияла неожиданная репетиция местной молодежи на стадионе? Самое интересное, они, знаешь, вот когда-то специально к этому времени подходили. Я видел, они там стояли, но к этому времени начали. Сложилось такое мнение, что с криками за красно-белых активисты пришли именно ко времени тренировки Табола. Ни позже, ни раньше. А вот один из кустанайских болельщиков перевел все это в шутку. На тренировку нашей команды пришли посмотреть. Вот это я понимаю уровень. После окончания матча череда положительных комментариев сменилась на ярость болельщиков. Здесь-то под горячую руку и попали многие футболисты Табола. Жасулан Молдакарая, Самаджир Эмбетов, Альмир Мухудинов и еще половина играющих на поле. А вот ПФЛК ТВ, как всегда, разряжала обстановку своими нелепыми ошибками. На этом у меня все. Болейте за Табол и пишите комментарии. На этом у нас все. Пришло время прощаться. И если увидимся не на футболе, то очень скоро. Субтитры подогнал «Симон»